Здравствуйте друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим обновленную версию смарт-часов Amazfit GT-R2. Протестируем все возможности новинки и узнаем чем же она отличается от первой версии. Ну не буду долго ходить вокруг да около, давайте начнем. Модель Amazfit GT-R2. Экран 1,39 дюйма AMOLED 454 на 454 точки, защита Gorilla Glass 3, материал корпуса стали и алюминий, водонепроницаемость до 5 атмосфер, интерфейсы Bluetooth 5.0, BLE, Wi-Fi, навигация GPS и GLONASS, встроенный динамик и микрофон, возможность отвечать на звонки, вибрация с возможностью ручной настройки длительности и рисунка, локальное воспроизведение и хранение музыки до 3 гигабайт, сенсоры BioTracker 2, пульс и уровень кислорода в крови, акселерометр, трехосевой гироскоп, геомагнитный датчик, сенсор атмосферного давления и сенсор освещенности. Аккумулятор 471 мАч, порядка 14 дней в стандартном использовании. Упаковку посылки я не стал снимать, но в который раз замечу, что официальный магазин Amazfit на Алиэкспресс подходит к ней с большой дотошностью, в результате чего часы переезжают в идеальном состоянии. Коробка запаяна в пластик, на верхней крышке фоточасове название модели. Сзади на 10 языках, это глобальная версия, указана версия Bluetooth 5 и совместимость с платформами, Android не ниже пятой версии и iOS не ниже десятой. Внутри внешней коробки находится еще одна белая из очень плотного картона с тиснением логотипа с названием линейки устройства MOSFIT. На этом слайде можно оценить и толщину стенок коробки и дополнительные защитные вставки. Все-таки гаджет не дешевый, а это гарантия того, что вы все получите в целости и сохранности. Центральное место в коробке занимают, конечно же, сами часы. Ремешок плотно застегнут и удерживает гаджет неподвижности, чтобы он не болтался по коробке. Тут тоже все продумано. Держатель разделяется на две части, каждая из которых является еще боксом для комплектных аксессуаров. Всего в комплекте имеются часы, зарядный кабель с док-станцией для часов и довольно толстая инструкция. Ее толщина обусловлена тем, что информация представлена на 14 языках, в том числе русском и украинском. Зарядный кабель подключается к любому стандартному источнику питания с разъемом USB-A на 5 вольт. С другой стороны контактная площадка. Правильную установку и удерживание на часах обеспечивает магнит. Линейка Amazfit GTR, как первая, так и вторая, выполнена в классическом варианте, круглом. Напомню, что существует параллельная ветка Amazfit GTS с практически идентичными параметрами в прямоугольном корпусе. С левой стороны находятся две кнопки. Верхняя, она отмечена красным ободком, служит для возврата на основной экран, вызова меню приложений, разблокировки экрана, включения и выключения часов. Нижняя настраивается на быстрый вызов желаемого приложения. По аналогии с первой версией GTR, вокруг экрана нанесена разметка, но здесь экран не утоплен внутри корпуса. Часы достаточно крупные, хорошо подходят к мужской руке. Для женщин эта версия будет великовато, им лучше смотреть в сторону модели GTS. На задней стороне выходы датчиков. Напомню, тут используется вторая версия оптического сенсора Biotracker PPG с замером пульса и содержания кислорода в крови. Тут же размещены контакты для зарядки и отверстия для барометра. Ремешок шириной 22 мм в моей комплектации силиконовый, есть варианты кожаного. Он несложно снимается и при необходимости заменяется. У меня нашлись и обе версии Amazfit GTR 42 и 47 мм. Вторая модель на момент публикации этого видео доступна лишь в одном размере. Строго говоря, в центре слайда находится модель Amazfit GTR 47 Lite, но внешне она ничем не отличается. А для сравнения брал параметры полнофункциональных моделей. Что интересно, размеры параметра экрана у GTR 47 и GTR 2 идентичны. Чисто визуально GTR 2 кажется больше, потому что вся фронтальная поверхность кажется единым целым. А у GTR четкое разделение между рамкой и экраном. Из основных моментов, которые появились в новой версии, стоит выделить. Определение уровня кислорода в крови, благодаря Biotracker 2. У первой версии Biotracker 1. Возможность ответа на звонок с часов. И музыкальными возможностями локального хранения и воспроизведения музыки с 3-гигабайтного хранилища. При подключении есть возможность с экранного меню выбрать язык интерфейса «Русский присутствует». После выбора языка на экране часов формируется QR-код, нужный для синхронизации с штатным приложением ZEP. Если у вас нет, устанавливаем приложение ZEP, которое пришло на смену приложению Amazfit. Я давно перешел на его использование, поэтому сразу перехожу в меню «Профиль» и нажимаю опцию «Добавить». Далее часы, затем часы с QR-кодом. Сканируем коды и ждем, пока Bluetooth телефона не обнаружит часы. Соединение нужно подтвердить с экрана часов, после чего запускается мастер подключения для синхронизации данных. После синхронизации данных, сопровождаемых короткой инструкцией, часы подключаются к приложению. При наличии обновляется прошивка. Меню настроек часов, по основным пунктам которого мы с вами и пройдемся. Самым первым идет магазин, это не что иное, как выбор оформлений для экрана часов. Их тут несколько десятков, понравившиеся можно загрузить в память часов, что позволит их менять прямо с часов в любой момент времени и мгновенно. Очень интересным является меню настройки вибрации. Раньше я такого не встречал. На каждой из вариантов уведомлений, о которых могут сообщать часы, имеется свой тип вибрации. Базовый установлен в режиме по умолчанию, чувствительный, но короткий. Вручную можно создать свой рисунок, нажимать на экран для вибрации, отпускать для паузы. При достижении нужной длительности рисунка сохраняем. Длительность рисунка вибрации может быть весьма немаленькой, но чем она больше, тем больше расходуется и заряд аккумулятора. Таким образом, тип уведомления со временем можно будет различать и по тому, как вибрируют часы. Эта опция пригодится тем, кто крепко спит. Создать особо надоедливый рисунок вибраций, чтобы наверняка проснуться. Через приложение также можно настроить яркость экрана автоматически или вручную. Активацию у крана при поднятии руки. Для себя я остановился на схеме активации по заданному времени, мне так удобнее всего. Режим всегда включен. Экран вместо того, чтобы гаснуть, будет отображать один из трех видов энергосберегающих циферблатов. Также есть возможность установить пароль на часы, который будет активироваться, когда часы будут сняты с руки. Его надо будет разово вводить после того, как часы снова будут надеты. Часы имеют два способа уведомлений. Звуковое и вибрация, про которые мы уже поговорили. В этом меню можно выбирать какие способы, либо сразу оба использовать. Кроме этого, имеется выбор того, на какой руке вы носите часы для более корректного расчета показаний и выбор языка интерфейса. Теперь перейдем к уведомлениям. Перечень, на первый взгляд, стандартный. Приложения, смс, уведомления о достижении цели, разминки. Но кое-чего не хватает. Звонков. Звонки вынесены в отдельное меню. При активации этой опции, необходимо произвести еще одно сопряжение по Bluetooth между часами и телефоном, кроме уже существующего. Перед ним запускается краткая инструкция. Тут описан стандартный метод подключения, аналогичный, например, автомобильной громкой связи. Эта опция действует ровно по такому же принципу. Тут видно, что кроме уже существующего соединения с часами, появляется еще одно. Принимаем входящее соединение, убедившись в том, что код на смартфоне и экране часов совпадает. И после этого у нас активируется опция «Звонок с часов». Я считаю, что кроме этой опции, должна быть и стандартная в виде уведомлений, как на бюджетных версиях, чтобы пользователь мог выбрать, какую из них использовать. Шрифт сообщений, которые отображаются на экране часов, достаточно крупный, хорошо читаем. Большинство сообщений из мессенджеров помещаются на один экран полностью, кроме самых объемных, которые можно будет листать. Также корректно отображается иконка того мессенджера, либо смс, откуда пришло это сообщение. Отвечать на него часов нельзя, да и это лишнее, как по мне. Прием звонка с телефона. Рассмотрим интерфейс часов. Свайп сверху вниз открывает меню основных функций. Тут есть фонарик, он включает экран в режим белого свечения. Управление яркостью экрана может быть автоматическое, либо ручное. Автоматическое работает достаточно корректно. Дальше режим «Не беспокоить». Есть несколько вариантов. Включить постоянно, тогда часы не будут реагировать на уведомления вообще. Хронирование. В этом режиме вы сами устанавливаете время, в котором часы не будут реагировать на уведомления. Умный режим часы определяет, когда вы заснули. И отключить всегда часы будут реагировать на уведомления. Режим энергосбережения. Это если надо максимально продлить работу от аккумулятора. Здесь будет работать только количество шагов и информация о сне. Дальше блокировка экрана. Этот режим весьма полезен, например, в бассейне, чтобы экран часов не реагировал на воду. Для того, чтобы выйти, нужно нажать на кнопку и подержать, пока экран не разблокируется. Дальше поиск телефона. Вот так телефон реагирует. Можно легко найти. Громкость. То есть это громкость динамика часов. Здесь есть динамик. И следующий экран. Здесь два режима. Режим театр. В этом режиме включается минимальная яркость, и часы не будут реагировать на поднятие руки. Не будут включать экран. И режим с лампочкой. В этом режиме экран часов не будет гаснуть в течение 20 минут. Так что это очень энерго-емкий режим. Окей. Теперь свайп снизу вверх. Это уведомления. Все непрочитанные уведомления, которые собрались. По мере их прочтения, они будут отсюда исчезать. Дальше. Меню быстрого доступа к программам. Это справа-слева. Наиболее часто востребованные функции. Крутится по кругу, вправо-влево, как угодно. Итак, Pay. Если говорить в стиле магистра Йоды, персональной активности, индекс. Эти индексы рассчитываются в зависимости от нагрузки. Нагрузка считается по пульсу. Вот зона активности пульса. Она разделяется по различным категориям. И чем выше степень нагрузки, тем больше баллов можно заработать вот этого индекса. Индекс он нелинейный. То есть, если вы занимаетесь часто и много, то вам будет сложнее заработать эти баллы. Причем баллы хранятся в течение недели. То есть, старые баллы за восьмой день каждый день сгорают. Рекомендуется поддерживать индекс 100 в течение недели. Для того, чтобы считать себя здоровым человеком. Дальше. Это достижение целей. Тут есть три параметра, три круга. Оранжевый круг – это количество шагов. Зеленый круг – это индекс интенсивной нагрузки не менее 30 минут. И сигнал при стоянии. Что такое стояние? Это когда вы в течение часа сидите, находитесь в неподвижности. И в течение минуты встаете и ходите. Если вы так в течение суток 12 раз делаете, то достигаете эту цель. Вот у меня сейчас 10 раз я уже так делал. Дальше. Это пульс. Пульс разбит по зонам. 6 зон. Максимальная, аэробная, интенсивная, разминочная, расслабленная. И в течение дня он может измерять автоматически с заданной частотой. И рисует вот такую вот кривую. И погода. Здесь все просто. Погода на сегодняшний день. Сила ветра. Положение солнца. Прогноз на неделю. Музыка. Здесь довольно интересно, потому что эти часы имеют встроенное хранилище на 3 гигабайта. Поэтому сюда можно музыку записывать свою. Через Wi-Fi, кстати, а не Bluetooth. И в данном случае источник аудио музыка на часах. Можно переключиться. И тогда это будет просто дистанционное управление телефоном. При использовании режима музыка на часах. Вот есть плейлист. Здесь же в этом режиме подключается Bluetooth устройство. Это наушники. То есть можно подключить наушники прямо к часам. Залить сюда музыку. И, например, заниматься спортом без использования телефона совершенно. И, наконец, такое вертикальное меню, где здесь все собрано, все то же самое, но более компактно. Вот есть еще будильники. Будильниками можно полностью управлять с часов без помощи телефона. Можно добавить какие дни недели, разово, периодично. Можно включать, отключать. Либо полностью удалять будильник. Для управления будильником телефон не нужен. И полное меню всех функций по нажатию на верхнюю клавишу. Часть мы уже рассмотрели. Это индекс активности, пульс. Это измерение уровня кислорода в крови. Чуть дальше я покажу сравнение с пульсометром. Тренировки. Режим выбора тренировок. Их здесь достаточно много, различных. Здесь собраны самые ходовые. При этом, можно выбрать еще. Тут, я не знаю даже сколько их штук. Тут десятки, десятки и десятки. Может штук 50, может 60. Любые, которые возможны. В том числе, можно редактировать список, вывести в список то, что вам, конкретно вам нужно. Деятельность. Как вы можете убедиться, я без дела не сидел. И в процессе тестирования честно нагружал эти часы различными тренировками. Здесь хранятся данные о тренировке. Если это было на улице, то хранится и маршрут. Если это было в помещении, хранятся просто данные. В том числе и по пульсу, и график пульса в течение всей тренировки. График темпа. Все можно посмотреть прямо на часах. Давление. Давление на самом деле это уровень стресса. Его можно измерять в том числе автоматически. Цель это наши круги. Мы уже их смотрели. Музыку мы смотрели. Погода, будильники. События. События настраиваются из приложения. И можно себе какие-то напоминания настроить в приложении, чтобы они на часах выводились с видео уведомлений. Виджеты. Здесь у нас есть компас. Барометрический высотомер. Измеряет высоту. На улице, когда подключится к GPS, он покажет здесь координаты. Секундомер. Можно запустить. Сохранять информацию о кругах. Погасить. Сбросить. Таймер. Можно выбрать какое-то время предустановленное. Либо добавить свое. Поиск телефона мы уже смотрели. И последнее меню. Меню настроек. Что у нас здесь есть? Настройка циферблата. Это то, что хранится локально на часах циферблаты, которые можно менять мгновенно. Еще больше доступно из приложения из раздела магазин. Сети подключения. Здесь есть режим полета, который можно включать в самолете. И режим Bluetooth. Это режим Bluetooth, не BLE. Bluetooth Low Energy, по которому работают сами часы. Это полноценный Bluetooth, как аудиогарнитура, как в автомобиле, например. Это нужно для приема звонков с телефона. Вот здесь подключен телефон. То есть у Bluetooth здесь два MAC адреса, два интерфейса Bluetooth. Плюс здесь еще есть Wi-Fi для того, чтобы переписывать сюда музыку. Дисплей и яркость. Регулировка яркости мы уже смотрели. Автовыключение экрана. Через какое время экран будет гаснуть. По умолчанию 5, я поставил 10 секунд. Режим всегда на дисплее. Это режим, в котором дисплей всегда активен. Его можно включить постоянно, выключить. Задать работу ему по времени, либо умный. Часы будут отслеживать, когда вы заснете и будет отключаться. Здесь есть три типа циферблатов, которые и будут всегда на экране. Кроме стандартного, когда экран будет активен. Классический, цифровой и аналоговый. Включать при уведомлениях. При этой опции экран будет активироваться и показывать уведомление, которое к вам пришло. То есть не только вибрацией уведомлять, но и показывать. Кроме этого, в этом меню можно включить напоминание звонка. Это звук, который будет издавать динамик часов при приеме оповещений. Здесь вибрация системная, либо для уведомлений. Настройка громкости звука. Вы можете в принципе поставить только звук, только вибрацию и вместе. И звук, и вибрацию. Далее предпочтение. Здесь мы настраиваем, что делать по нижней кнопке. Можно запускать один из виджетов, одну из программ, которые есть в часах. По умолчанию тренировка, я ее и оставил. Кому-то может нужен пульс, кому-то цели, кому-то погода, кому-то музыка. Музыку тоже часто ставят. Приложение быстрого доступа. Вот это меню, которое мы листаем справа налево, слева направо. Это что доступно по умолчанию, это что можно добавить. Стресс, уровень кислорода, события, будильник, тренировки. Что-то можно выключить, что-то включить, настроить, часы настроить под себя. Режим обнаружения тренировки. Если у вас стоит автоматическое измерение пульса, то вы можете включить режим обнаружения тренировки. И когда часы видят, что у вас возрос пульс, то есть какая-то активность. Один из этих режимов, выбранный здесь, активируется. Ходьба, бег, велосипед. Вам даже не надо будет выбирать этот спортивный режим. Часы включат его сами. Вот такой интерфейс у этих часов. Скорость работы и возможности вы только что могли увидеть. Для передачи музыкальных файлов на часы, напомню, доступно 3 гигабайта. Через меню музыка, выбираем отправить музыку и отмечаем нужные композиции. Они сохраняются в промежуточном списке. Доступ к нему по кнопке справа-сверху. Скомпонованный список отправляем на часы. Приложение для этого активирует Wi-Fi на них. После того, как телефон обнаружит и соединится с Wi-Fi сетью часов, вся музыка из списка будет передана на часы. Музыка может проигрываться и через подключенные Bluetooth наушники, и даже через динамик часов. Музыка Музыка Для сравнения измерений показаний пульса и содержания, кислорода в крови, я использую пульсоксиметр UL-EX303. Кто не видел обзор, ссылка в описании. Основная разница в том, что пульсоксиметр проводит измерения в онлайне, а часы разово. Результаты измерений совпадают. Еще пару слов о спорт-режимах. Для примера, я активирую режим беговой дорожки. В нем не работает GPS, который все равно не ловит в помещении. Свайп слева направо панель с кнопками стоп, пауза, блокировка экрана и громкость. Справа налево управление музыкальным плеером. Режим можно перевести в фоновый режим. Из него всегда можно вернуться обратно. Во время тренировки будет отображаться ее время и соответствующие ей параметры, например, расстояние и темп, а также пульс и зона, к которой он относится. По достижению каких-то целей, например, по расстоянию или по количеству затраченной энергии, по достижению целевых показаний индекса активности, будут показаны уведомления. Для тренировок без использования GPS, например, упомянутая беговая дорожка, есть возможность корректировки показаний, измеренных часами, если они расходятся с реальными. Например, для беговой дорожки часы показывают более низкий результат. Как я не устаю повторять в своих обзорах подобных гаджетов, срок работы от одного заряда аккумулятора напрямую зависит от характера использования. Например, мое тестирование можно сравнить с очень активным использованием, потому что за время съемок было все. И спорт режимы с GPS, и длительная работа экрана, и громкая связь, и работа плеера. Да и уведомлений приходит ко мне очень немало. В таком режиме часы проработали 6 суток. При более среднестатистическом использовании, без, например, GPS-а с спорт режимом, и без использования внутреннего плеера, я думаю, что часы спокойно дотянут до двух недель, как и заявляет производитель. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, можно найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!